Ситуация в градостроительной сфере курорта сложная и решать проблему нужно срочно. Этими словами открыл специальное совещание глава курорта. Крупные торговые центры возводят без парковок и без озеленения. К примеру, так поступили строители здания, которое расположилось на месте бывшей ярмарки на улице Московской. А многоэтажные дома строят на участках, которые и так уже практически заполнены. Причина – проблема в законодательстве. Теперь белых пятен больше не будет. Например, планируется построить дом с фундаментом в 400 квадратных метров, высотой 7 этажей на 60 квартир. Общая площадь помещения этого строения составит 2800 метров. Предположим, в каждой из этих квартир в среднем будет проживать по 3 человека. Соответственно, общее количество жителей в доме составит 180 человек. Вопрос – какой должна быть площадь под предполагаемую застройку? По рекомендуемым нормам выделения земельного участка, площадь озеленения 6 квадратных метров на человека – это 1100 квадратных метров. Детские площадки – 0,7 квадратных метров на человека – 130 квадратных метров. Площадки для отдыха взрослых – 0,1 квадратных метров на человека – это 20 квадратных метров. Спортивные площадки – 350 квадратных метров. Хозяйственные площадки – 50. Необходимость обеспечения этого строительства – 0,8 квадратных метров на 150 квадратных метров. Итого получаем минимум 2200 квадратных метров земельного участка, необходимых для размещения семиэтажного здания. Новые нормы, уверены в администрации города, позволят существенно изменить к лучшему градостроительную ситуацию курорта. Появится возможность создавать зеленые и прогулочные зоны, исчезнет проблема с парковками, станет проще планировать строительство социальных объектов. Муниципалитет будет знать, сколько именно человек будет проживать в том или ином микрорайоне. Что мы приготовили еще? Первое, очень важное, это самоволки. Сейчас в Думу внесен законопроект, депутатами обращаю внимание, внесен законопроект, который предполагает вносить изменения в 222-ю статью Гражданского кодекса, часть 3-ю. Напомню, это как раз та статья, которая дает возможность через решение суда узаконивать самовольное строительство. Мы предполагаем, что эта часть 3-я будет исключена из 222-й статьи. И такого права больше не будет. Мы не нарушаем при этом права граждан, и депутаты не нарушают, потому что остается право граждан обжаловать действия должностных лиц, принявших те или иные решения. Еще одно нововведение касается так называемых зон международного гостеприимства. Теперь все они получат статус особо охраняемых территорий историко-культурного наследия. Границы утверждены приказом строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Напомним, такие зоны есть во всех районах курорта, кроме Лазаревского. К примеру, одна из таких зон находится в центральном районе между курортным проспектом и береговой линией. Начинается участок от места, где располагался бывший кинотеатр «Спутник» и доходит до гранд-отеля «Жемчужина». Особый статус получил также почти весь Адлерский район. Это и Меретинская низвенность, и горный кластер. В этих зонах предполагают ограничить высоту будущих строений 12 метрами, но возможно исключение. То есть строить деловые и культурные объекты в особо охраняемых зонах можно и выше 12 метров. Правда, чтобы получить разрешение, необходимо будет пройти процедуру, предусмотренную постановлением правительства об изменении правил застройки и землепользования. Необходимо будет пройти процедуру, предусмотренную постановлением правительства, изменением правил землепользования и застройки. То есть прийти в городское собрание в таком же порядке, как вы видите, по дорожной карте, с общественными слушаниями, пройти изменения ПЗЗ, потом обратиться за согласованием к уполномоченным органам правительства, это Министерство строительства, доказать состоятельность этого проекта и, соответственно, если это не нарушает облик города, пожалуйста, приступать к строительству. Более того, будет утвержден перечень объектов, которые могут располагаться внутри особо охраняемых территорий. Речь идет об офисных и торговых центрах, зонах отдыха, кинотеатрах. Есть уже первые решения муниципалитета в этом направлении. Часть аварийных в центральном районе, из которых сейчас отселяют жильцов, находятся как раз в особо охраняемой зоне. Все освобождающиеся земельные участки мы действительно будем направлять именно под скверы парки. Последнее решение это напротив санатория Сочи, там у нас три барака сносятся, все это пойдет под скверы парки. Часть нововведения в градостроительной политике курорта уже действует, другая будет утверждена до конца лета. Ситуация со строительством Сочи находится на контроле у президента страны.